В этот день, дорогие братья и сестры, 111 лет назад, 20 декабря 1909 года, он представился ко Господу великий молитвене Крузской земли, и великий угодник равный апостолам по благодати ему дам. В нем мы видим истинного просветителя, и только такие люди и могут быть, И никто другой не может покушаться, быть катехизатором, миссионером, посвятителем. То, что сейчас весьма стало модным и популярным, никто не имеет на это права, кроме того, у кого Господь сам помазал одного, не то что из миллиона, а из миллиарда, такого, как Иоанн Хронштадт. Действительно, его служение было непростым служением священника, хотя служение священника – это высочайший дар на земле. Но ему была дана благодать такая, что сами архиереи целовали у него руку, без всякого зазора. И никому не приходило в голову из православных, что это премьер. И в отличие от всех священников, которые служили в своих уделах, на своих приходах, а в те годы границы приходов существовали, не то что сейчас. И люди были прописаны и приписаны к определенным приходам, так же, как и священники. А отец Иоанн, Иоанн Ильич Сергий, по прозвищу Кронштадтский, совершал путешествия по всей России. И имел такую благодать, что приезжал в разные епархии – и в Казанскую, и в Архангелогородскую, и в Московскую, и на юг России, и в Харьковскую. И никто не мог ему возразить. Конечно, это было возможно только когда от самого царя, от православного помазанника Божия была ему такая милость. Надо различать времена и лето, которое в своей власти положил Бог. И то, что было возможно тогда, стало невозможно ныне. Но нам не то, что возможно, а совершенно необходимо проникнуться Духом этого Светильника Божия через Его книги «Духовный дневник. Моя жизнь во Христе» и даже по воле Божией изданной, нет ничего тайного воистину, что не сделалось бы явно. И неизданный дневник его, где сокровенные мысли, которыми он делится с христианами уже с того света. И, конечно, множество извлечений из его записок, проповеди. Все это запечатлевает в наших душах, делает отца Иоанна очень понятным, близким, можно сказать, всякому христианину, подлинному, задушевным другу. Греет душу и возносит душу к сокровенному, святому, сверхъестественному, небесному. И успокаивает душу великим покоем, отвечая на многометущиеся, злободневные вопросы и подавая как бы дружескую руку. Ему было свойственно, как Николаю Угоднику, такое святое дружество, святая общительность, без всякого человеческого пристрастия. Он был от всех далек, и даже сам имел сестру, жену, как говорит апостол, воистину по-апостольски. Не имел чад, но только племянников и воспитанников. И всех этих своих домочадцев домашних, которые были Ему так же близки, как и сотрудники, как и благодетели Его, как и духовное чадо. Сподоблялись Его широчайшие повседневные милости, начиная с того, что Он кормил за Своим столом множество народа. И тем, кончая, что Он молился непрестанно, упоминал о мертвых и живых. Помяни Господи, например, пишет Он, путешествуя на корабле по Северной Двине, на свою родину, в село Сур, Пинежского уезда, Архангельской губернии. Помяни Господи, митрополита Гавриила, всегда так сурово меня принимавшего, а впрочем, не лишавшего меня земных славниц, крестов и наград. Вот так он упоминал. Только митрополита Антония Ватковского не так он упоминал. Гораздо Гораздо нелицеприятнее. Про некоторых писал просто «Господи, убери!» Так он писал про либералов, модернистов, которые в тайных революционерах устроили мысли свои. Про некоторых протопресвитеров и про некоторых архиереев. Господи, убери или иссуши руку Льва Толстого, буквально так, который хулит Тебя. «Иссуши руку Розанова» Есть его записка про Василия Розанова, который дерзко заявлял, что я поклоняюсь не вашему Богу, а Азирису. И поплевывал при этом. И Особенно, когда разразилась Японская война, Он радовался, то есть писал «Слава Богу, что наконец-то стали казнить предателя». Он желал, чтобы первая русская революция 1905 года была бы подавлена еще гораздо более жестоко, чем она была подавлена государин императором. Он даже укорял государя за его мягкость. Потому что видел, что Россия гибнет из-за потери веры, из-за безвластия, Из-за того, что интеллигенция и общество заразились либеральными идеями Запада. И поэтому его имя было запрещено упоминать при советской власти. Я помню, как в дни своей молодости, начиная только служить, Протери Александр Шаркунов поделился, который всегда упоминал его в своих проповедях. Поделился тем, что маститый протерей ныне покойно в Скорбящинской церкви в Москве в конце 70-х годов сказал ему, «Никогда не упоминай этого имени». Советую тебе. Действительно, он считался черносотинцем и монархистом, контрреволюционером и действительно был таким. Но какая же его воистину сладостная душа, как близка она всем подлинным православным христианам. Одну страницу можно прочесть или на самом грядущем, или рано утром. И как целый канон прочитал молитвенный. Воистину, евангельским духом дышит каждое слово. Да как дышит. Простые, казалось бы, слова, которые многие считали банальными, как дерзко писал один публицист уже в середине 20 века. Но, однако же, эти простые слова обладают неземной силой. В них страшное могущество заключается. Когда наводишь эти слова на свою душу, то дух Отца Иоанна соединяется с нами. Не больше, не меньше. Происходит это. Если только искренне и от всей души и внимательно это делаем. Если только следуем свои мысли за его мыслью, тогда и припирают нас, и вызывают обличение совести, и откуда что берется. И решимость молитвы, и отвержение лени, и покаянный настрой мгновенно осеняют душу. И мы должны действительно под подушкой иметь моя жизнь во Христе. Нет другого друга такого. Есть, конечно, слава Богу, на ними. Но насколько он доходчив, близок, доступен по промыслу Божию, сделался русскому народу предреволюционным и послереволюционным. По той причине, что это воистину посланный ангел русской земле перед бедствиями ее. Для того, чтобы могли ухватиться за эту ангельскую ризу. Просишь его о чем-нибудь, и так и слышишь, как говорит он там на небе. Что просят меня такой-то протоиерею. Он всех протоиереев называл по фамилии. Скажем, протоиерей Дроздов просит меня. Или протоиерей Салертинский просит о своей жене. Надо ему помочь в такую резолюцию. Какая душа добрая. Добрая, предобрая. Молитесь ему с простотой. Но надо не только ему молиться. Он любил царя. Значит, надо и царю молиться. Он не любил никакого лукавства, никакого лицемерия, никакой толерантности. Значит, нельзя этого иметь. Он был подданным, преданным государю-императору. Трепетал, когда его попросили быть восприемником, крестным отцом Алексея Николаевича. И пишется в дневнике. О, всерадостный, великий день моей жизни, что я держал наследника на руках. Русские современные мало молятся Иоанну Кронштадтскому. Потому что не совпадают духом. Не дотягиваются до такой серьезности. И мало молятся царю. Получается, что вообще мало. Это все получается не то, что у нас с вами. Не то и не так, как надо. Не на той высоте, не на той глубине. Все это надо переделать. И встать на правильную планку, на правильную почву. Занять правильное место. И смотрите, какой тогда порядок. Все. И семейные, и общественные, и историко-культурные, и политические вопросы. Все как бы пронзаются светом прожектора такого духовного. И всякая ложь и всякая грязь, нравственная, политическая, даже вкравшаяся в церковь, обличается мгновенно. Он служил, а потом был настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, построенного Адрианом Захаровым, великим русским архитектором. И расписанным в стиле классицизма. И всякий раз, когда современные, надменные, высокомерные, ничего не знающие изографы, говорят, что надо писать по-канонам, они унижают Иоанна Кронштадтского, который знал каноны лучше нас, всех вместе взятых. И который умилялся этой живописью. И эта архитектура помогала ему служить, возносить душу к Отцу Небесному, к его престолу. Потому что весьма упорядочена и весьма гармонична для взоров. Какое смирение в этом порядке, которого у нас и не ночевало, братья и сестры. Точно так же, по всем, что касается, да не будет власть демократической, пишет он. Демократия в аду, а на небе царство. Это его слова. И по всем остальным вопросам не надо наводить тень на плетень, надо отрешиться от всякого тумана. Но для этого нужно иметь тоже кристально чистую душу, лишенную всякого зазнайства, лишенную всякого упрямства, настырности, саморекламы. Избрал Бог его из дьячков, из самого беднейшего сословия. И сделал отцом царей. Александр Третий, когда умирал, просил, чтобы он держал на челе умирающего Александра Третьего свою руку. Когда вы держите свою руку, мне легче. Это от того, что я держал на своей длани тело Христово, отвечает и мой отец Иоанн. «Мой народ любит вас», говорит он Александр Александрович. И отец Иоанн отвечает «Да, Ваше Величество, ваш народ любит меня». «Любит», говорит Александр Третий, «потому что знает, кто вы и что вы». Поэтому нельзя из церкви, из веры православной, из закона Божия ничего изъять. Из катехизиса, ни одной строчки. Этому-то и учат нас. Поэтому для одних он сладость, нектар, а для других он нож острый. И не хотят ему молиться, точно так же, как и царю Николаю Второму. Не хотят молиться. А если и молятся, то лицемерно. Так, полсилы, как бы, слегка не выйдет. Или не признают мощи святых. И не хотят им поклоняться. Царственных мучеников. Будем же добрыми чадами. Как сказал Иоанн Кронштадтский в своем дневнике. Вернее, записал слова Божией Матери. Милейшие Вы чады Отца Небесного. Для этого, действительно, надо быть простецом духовным. Для этого нужно брать и наводить на свою душу его дух. И последнее, что скажу. Когда в этом имеем успех, преуспеем. То есть, мы уже знаем Его как своего друга, как пастыря своего. Действительно. Равно апостольного. Поставленного от Бога для России. Когда сдружились с Ними. Духовно. Уже слышим Его глаз. Знаем Его вкус. Знаем Его нравы, характер. Обычай. То. Легко можем судить вооруженные этим иммунитетом. Современных братья и сестры, властителей дум. Современных псевдо-друзей человечества. Ведь что мы видим? Тоже учители встают на местах учителей. Тот же какой-нибудь, простите за выражение, Стив Джобс. Или, опять простите за выражение, какой-нибудь Павел Дуров. Эти ничтожества. Эти нравственно-дефектные личности. Дерзают учить молодежь, как жить. И ужасно то, что среди христиан получают некий ответ. А что в этом плохого, говорят они? Что плохого заниматься бизнесом и благотворить при этом свою меру? Вот эти цианки анштадтки отвечают. И обличают. Потому что он есть истинный друг человечества. И это не совместимо ни с каким бизнесом. Ни с какой верой в успех. Ни с какой погоней за наживой. Это было презренно и омерзительно. А если кто и был богат. Даже заработал деньги, например, купцы или промышленники. Которых было много в окружении ОЦН Кронштадт. То они, братья и сестры, стыдились своего богатства. Не знали, куда его спрятать от глаз. Например, купцы. Неважно. Шустом были такие, из которых один написал воспоминания. Отец Иоанн проповедовал, что кайтис приближается страшное время. И мы недоумевали. Что ж такое будет? Землетрясение, мор. Но по его плечи было видно, что нечто гораздо более страшное. Пишет Шустов. Ось небесная подвигнется. Только это, казалось, соответствует его словам. И тому ужасу, который мы испытали. А так они не понимали. И куда же богатства наши денется, думали они. Но вот ось небесная, ось земная. И силы небесные подвигнулись во истину. Произошло несколько революций. И надо иметь смирение в сердце своем. Это признать, что все пошло прахом, все перевернулось. Мы ни за что не можем удержаться. Кроме как, действительно, за эту святость, которая одна и та же. Ведь чем берет отец Иоанн Кронштадт? Тем, что он не изменен. Вот 55 лет он священствовал, начав 28 лет. И на 84 году представившись своей жизнью. И что читаешь дневник духовный 1855 года, что 1895 года. Совершенно тот же дух. С той же силой слова. То есть ты видишь, что в нем не было даже какого-то развития. Да, в духовной жизни так оно и есть. Приобретается опыт человеческий. Смиряется человек. Но дух неизменен. И мы, когда все рушится. И все катится. И все течет. И не за что удержаться и ухватиться. Должны иметь в себе мужество и смирение. Искать этого духа, которым богат он. Это удержит нас. И даст нам силу судить. Судить. О своем времени. И понимать его. И отвергать с порога. И с отвращением. Все, чему радуется, чем хвалится мир. И не смешиваться с миром. И отвергать. И не быть полумирскими людьми. Даже занимаясь в мире необходимыми обязанностями нашими. Тем не менее, быть судьями этому миру. С предпраздницем вас Рождества Христова и с памяти угодников Божьих Иоанна Кронштадтского и Игнатия Богоносца. Аминь. Игорь Негода. Игорь Негода.